Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня предельно важное видео о статинах. По многочисленным просьбам я делаю это видео. Так принимать их или нет? И есть ли другие меры для снижения повышенного холестерина в крови? Сегодня я поясню вам все, что вам нужно знать по данной теме. Абсолютно все. И пять причин отказа от статинов разберу. И факторы риска развития повышенного холестерина поясню. Скажу, как очистить сосуды от атеросклеротических бляшек. Что нельзя есть, чтобы не было повышенного холестерина? Каковы противопоказания к приему статинов? И самое главное, какого должен быть комплекс мер? Не отдельно взятая волшебная пилюля, которой не бывает, а комплекс мер для естественного снижения повышенного холестерина в крови. А это возможно на 100% почти всегда, кроме одного там редкого генетического заболевания. Ну, его практически ни у кого и нет. Слушайте внимательно. Начинаю. Иногда и даже очень часто для многих людей статины предотвращают смерть от инсультов и инфарктов. Но есть те люди, которые не признают роль повышенного холестерина в возникновении болезни сердечно-сосудистой системы. И они, конечно, неправы. И противоречий нет. Да, холестерин нужен для организма. Но коли он синтезируется самой нашей печенью... Для тех, кто не знал, поясню, что холестерин не только поступает к нам из пищи. Ну, кто ест животные жиры, а именно животные жиры называются холестерином, растительные называются маслами. Так вот, печень синтезирует много холестерина. Более, чем его нужно для всех биохимических процессов в нашем организме. Но холестерин нужен. Из него синтезируются гормоны и желчные кислоты. Но это вовсе не означает того, что его, то есть холестерина, повышенная концентрация в крови, безопасна. Не должно быть повышенного холестерина в крови. Это уже нарушение липидного обмена. А это плохо и пагубно для сердечно-сосудистой системы. И это истина. И еще один очень важный момент. Холестерин вовсе не лечит сосуды. Это еще один большой миф. А в него почему-то верят некоторые. Высокие концентрации в крови холестерина приводят к развитию атеросклероза однозначно. А это происходит при потреблении, внимание, большого количества нет ни жиров, а сахаров. Быстрых углеводов, то есть глюкозы, фруктозы, сахарозы. А не от потребления жиров в пищу. В конце видео сразу скажу, я дам вам список моих видео, в которых я подробно все это объясняю. Так что же это такие за статины? А это препараты, которые снижают уровень липопротеинов низкой плотности или сокращенно ЛПНП. А точнее, они снижают выработку ЛПНТ печенью из-за блокировки ими фермента синтеза этих самых липопротеинов низкой плотности в печени. В результате падает синтез и общего холестерина. Таким образом, прием статинов снижает риск образования холестериновых бляшек и развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, ишемических инсультов, заболеваний периферических артерий. И эти меры, соответственно, ведут к продлению, то есть к увеличению жизни и улучшению качества жизни больных ишемии, атеросклерозом и всех иных болезней сердечно-сосудистой системы. Итак, избыточный холестерин в крови вызывает атеросклероз, и это факт. Так почему же люди боятся статинов и отказываются от них? Существует пять причин отказа от статинов. Первый. Якобы статины разрушают печень. На самом деле это не так. Риск составляет одну сотую процента, и то не факт, что от статинов. Но тут есть противопоказания. Повышение АЛТ до 120 единиц на литр – это порог. Выше статины отменяются, и проблем тогда нет. Но, как правило, у людей повышение АЛТ связано с потреблением алкоголя. Не должно быть жизни алкоголя у нормальных людей вообще в жизни, в обществе. Не должно быть этой гадости, от которой столько горе и бед. И тогда не будет повышаться АЛТ. Не в статинах дело, короче говоря. Ну, у повышения АЛТ есть и другие причины, но это не связано со статинами никак. Вторая причина – отказа и страхов. Статины якобы вызывают сахарный диабет второго типа. Это абсолютная глупость. Сахар есть не надо, сладкое есть не нужно, не нужно есть более 25 грамм сахара из всей съедаемой пищи в день. И тогда на 100% из 100, вот ровно на 100% из 100, второй тип диабета будет исключен вообще при любых обстоятельствах. А вот чтобы первого типа диабета не было, не надо есть молочные продукты, имеются в виду не жиры, сливочное и топленое масло, а белки, казеины. То есть творог, сыр и цельное молоко. Что касается теоретического риска по диабету второго типа от приема статинов, он составляет 0,2% в год. То есть ни о чем. Итак, третья причина отказа от статинов в якобы повреждении мышц и в болях мышечных от приема статинов. Это абсолютная неправда. Эти боли бывают от болезни опорно-двигательной системы, остеоартрозов там и так далее. Боли мышечные от статинов бывают у одного из 10 тысяч человек. И боли или слабости мышечные связаны с тем, что действительно статины, и это абсолютная правда, блокируют синтез коэнзима Q10. А как связан коэнзим Q10 с мышцами, посмотрите вот это мое видео, очень важное про коэнзим Q10. Просто принимайте Q10, если вы принимаете статины, и тогда на 100% из 100 никаких проблем с мышцами не будет ни у одного человека из миллиона. Четвертая причина отказа людей от статинов. Мол, если начал принимать статину, то теперь отменить их никогда нельзя, и это будет пожизненно, потому что некое будет привыкание и так далее, и так далее. А если потом отменить статины, то холестерин сразу зашкалит. Зашкалит холестерин потому, что вы не измените факторы, которые привели к тому, что у вас стал повышенный холестерин. Это не с неба кары, это ваше питание и образ жизни. Так вот, если потом вы измените питание, образ жизни, о чем дальше я скажу вам, то если вы потом уберете статины, никаких проблем не будет, и холестерин повышаться в крови не будет. А если вы отмените статины или не будете их применять, когда к этому есть острые показания, об этом мы сейчас тоже поговорим, то вот тогда у вас будут точно проблемы с сердцем. И запомните, при отмене статинов ферменты всегда включаются, никуда они не блокируются, это тоже факт. Пятая причина. Якобы уменьшаются умственные способности, ухудшается память, ясность мышления страдает от приема статинов. Нет, это все глупости, конечно нет. А также еще раз скажу, есть люди, которые считают даже, что липопротеины низкой плотности нужны и полезны. Нет, они не полезны. Они являются одной из главных причин формирования холестериновых бляшек. А вообще холестерин нужен, конечно, коли он организмом нашим вырабатывается даже сам, когда в организм с пищей не поступает, все равно вырабатывается, значит нужен. Как я уже это и говорил, но его нужно для организма совсем мало, и эти нужды покроет сама печень. Вот что бы вы ни ели, в смысле жиров, жиры в пище нужны совсем для другого. Если вы хотите перейти с гликолиза на китоз, говоря о изменении биохимии, получении энергии вашими клетками, со всеми вытекающими полезными последствиями для организма и продолжительности жизни, а это так, а это происходит при смене питания с обычной на кетогенную диету, когда убираются сахара, то есть их количество съедаемых из всей пищи должно быть не более 25 грамм в сутки, но только мой вам совет, переходите не на мясную кетодиету, а на веганскую кетодиету, об этом у меня было видео и все резоны там были приведены, впрочем, как и в последующих видео, в которых я подробнее об этом рассказывал. Итак, риски умереть от последствий высокого уровня холестерина в крови во много раз выше, чем негативные, более того, пагубные последствия от применения статинов. Никаких проблем статины не принесут вашему организму. Но если вы можете снизить повышенный холестерин в крови, тогда не принимайте статины, а не можете снизить, применяйте обязательно, ну по назначению хорошего специалиста, конечно, надо подобрать какие, и нужны ли понять, и тогда уже применять. А вот какие оценки рисков существуют, чтобы говорить и действительно рекомендовать принимать статины. А это не один взятый фактор, а если два или три фактора вместе сходятся, тогда это показания точные. Какие это факторы? А вот смотрите, болезни сердечно-сосудистой системы, может быть, у вас уже были инсульты или инфаркты, может быть, у вас есть атеросклероз, если у вас есть артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление, у вас возраст выше 60 лет, вы ведете малоподвижный образ жизни, у вас повышенная масса тела, ну и если у вас диабет второго типа, например, тогда, если хотя бы два фактора есть, обязательно надо принимать статины, чтобы снизить риск вашей же инвалидности, не сделать сюрприз вашим родственникам, родным и близким, если, конечно, они вам дороги. И чтобы свести к минимуму последствия от уже перенесенных инсультов или инфарктов, или в случае их предрасположенности, все-таки постараться их не допустить. А главное, не допустить преждевременной смерти. А вот когда вы эти проблемы, эти диагнозы, эти симптомы устраните изменением питания, образа жизни, то тогда статины будут точно не нужны. Кроме одного заболевания, скорее всего, действительно генетического заболевания, которое с детства может обозначиться, гиперхолестеринемии, когда всегда повышенная зашкаливающая концентрация холестерина и липопротеидов низкой плотности в крови. А, и еще хочу сказать об одном мифе. Некоторые говорят, что холестерин нужен не только для тех двух пунктов, которые я вам уже привел выше, а еще и необходим для строения клеточных мембран. Так вот это не так. Клеточные мембраны состоят из бислоя фосфолипидов, а не из холестерина. Никакого отношения к холестерин по строению клеточных мембран не имеет. Это чтобы вы знали. И это совершенно нисколько ничего не меняет и не доказывает. Просто факт. А холестерин нужен. Но, если уж продолжить и закончить эту тему, холестерин через пищу нам, в общем, не нужен. Ну, если вы только не живете на севере, или в майке на морозе постоянно не бегаете, не ведете сверхактивный образ жизни, а для синтеза гормонов, вот о чем вы можете подумать, вот того остаточного холестерина, даже после применения любых количеств статинов, когда уровень холестерина сильно снизится в крови. Так вот, остаточного холестерина в организме всегда будет достаточно более чем для синтеза половых гормонов. Это чтобы вы не переживали. Есть противопоказания к приему статинов? Есть какие? Цирроз печени. Гепатиты в активной форме. Не вылеченные гепатиты, или уже в хронической такой форме, вялотекущей, а в активной. Все. Ну а теперь я расскажу вам о комплексе мер для снижения повышенного холестерина, где статины лишь часть программы, либо можно обойтись без них. В системе обязательно физические нагрузки, изменение питания, и тогда со временем статины будут точно не нужны. На диване лежать не надо, после 16.00 не ешьте, посмотрите мое видео «Интервальное питание или интервальное голодание». Сладкое категорически исключите. А что же тогда есть? Вот вам видео. Необходимо убрать все воспаления, которые есть в организме, тем самым вы снизите и образование холестериновых бляшек. Если вы едите вместе в один день и сахара, и жиры, это плохо. Тогда жиры на пользу не пойдут. Есть такой способ снизить липопротеины низкой плотности в крови. Заключается он в блокировке всасывания жиров в кровь. Это делает, например, препарат эзетимиб. Он блокирует транспорт холестерина. Но еще раз, уберите сахара из рациона питания. Именно они приводят к нарушению жирового обмена, к плохому холестерину. Но главный путь для снижения холестерина в крови – это снижение его синтеза печенью. И тут, конечно, статины в каком-то смысле незаменимы, по крайней мере, временно. Их статинов несколько типов. И какие именно применять должен назначить хороший опытный специалист-врач. Вам же разумно сделать все, чтобы убрать факторы повышенного холестерина. Есть способ, при котором вы можете повлиять на снижение холестерина. Он таков. Нужно увеличить скорость усвоения холестерина. То есть, как бы ускорить обмен холестерина в медицине есть такой способ. Дело в том, что есть рецепторы к липопротеинам низкой плотности. Чем их больше, этих специфических рецепторов в организме, тем быстрее холестерин проникнет в клетки. Благодаря этим рецепторам. А у кого этих рецепторов мало, холестерин, липопротеин и низкой плотности зашкаливают в крови. А у кого совсем почти нет этих рецепторов, а как раз у больных гиперхолестеринемией. Так вот, для этих целей был придуман препарат Алирокумаб. Его коммерческое название Пролуент. И еще один препарат Эволокумаб. Коммерческое название Репата. Но, внимание, это генная инженерия. Вы должны об этом знать. Они представляют из себя моноклональные антитела, которые блокируют ферменты, разрушающие ферменты к липопротеинам низкой плотности. Я лично применять не советую, но сказал, чтобы вы знали, что и этот способ существует. А есть ли еще что-то более безопасное? Какие-то иные пути снижения холестерина в крови, в том числе липопротеинов низкой плотности. И в том числе помимо статинов. Да, есть. Первое. Нужно применить способ, при котором вы заставите активнее расщепляться холестерину в клетках. Чем активнее липопротеин низкой плотности расщепляются, тем меньше их в крови. Это логично. Ну, так как их больше усваивается организмом. А для этого тоже есть препараты. Так называемые фенофибраты. Коммерческое название препарата Трайкор. Он воздействует на специфический рецептор, и липопротеины низкой плотности при взаимодействии с этим ферментом расщепляются и происходит очищение крови от липопротеинов низкой плотности. И есть второй способ. И вот этот вариант я советую применять всем, у кого повышен холестерин. Суть его выведения желчи из организма. И вот в чем суть конкретно. Если связать желчные кислоты, которые продуцирует печень, в тонком кишечнике, чтобы они выводились из организма скалом, то в печени будет недостаток желчных кислот. Тогда печень будет активно привлекать холестерин из крови для синтеза новых желчных кислот. И тогда в крови будет снижаться уровень холестерина. Это очень просто. И дело тут вот в чем. Строительным материалом для желчных кислот является как раз холестерин. А желчные кислоты, выходя из общего желчного протока, в просвет 12-перстной кишки, выполняют свою работу по перевариванию жиров. А они переводят жиры в эмульсию для их усвоения организмом и всасываются обратно в печень. Так происходит замкнутая циркуляция желчных кислот в организме. Так вот, прервать круг, удалять желчь из организма и тем самым снижать уровень холестерина, можно препаратом холестерамин. Он абсолютно безвреден. А чтобы желчь хорошо выделялась, не было застоя, нужно есть чеснок, ну или применять желчегонные травы. Но чтобы был самый сильный эффект, этот препарат надо использовать комплексно. То есть, скажем, если применять статины, то их можно меньше применять, а эффект будет выше. Комплексный подход всегда правильней. Естественно, нужно учитывать все нюансы питания, убрать сладкое из рациона. То есть, не потреблять более 25 грамм чистых сахаров в скобках глюкоза, фруктоза, сахароза из всей съедаемой за сутки вами еды. Очень советую применять омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, особенно ЭПК и ДГК. Они снижают уровень плохого холестерина в крови. Применять витамин Д3, об этом было у меня два видео. Цинк. Коэнзим Ку-10 обязательно, так как прием статинов всегда снижает синтез организмом Ку-10. А он жизненно необходим. А вот чем? Вот было мое видео, непременно посмотрите. Применяйте хлореллу и спирулину обязательно. Ну и в конце сделаем как бы вывод, так принимать статины или нет? Дело в том, что смерти от инсультов, инфарктов огромны. При этом люди не хотят менять свой образ жизни, что и приводит к повторным инсультам и инфарктам почти в 100% случаев. А это вызывает уже гарантированную смерть от повторных инсультов и инфарктов. Не со второго, так с третьего раза. Не с третьего, кому повезет, так с четвертого. Потому, применяя статины, вы на 50% и эта статистика снижаете риски смерти от инсультов и инфарктов. А это, поверьте, очень много. Если у вас или у родственников уже были инсульты и инфаркты, при том, что у них повышена липопротеина низкой плотности, то принимать статины все же надо, пока вы не снизите холестерин вот этими комплексными мерами, о которых я только что рассказал, пока не возьметесь за ум и за труд над собой. И обязательно держите свой уровень липопротеина в низкой плотности в пределах не выше 1,1 ммол на литр. Не выше, помните об этом. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео. Ссылочку перекидывайте. С рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео. И тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами в глобальном плане, в плане оздоровления населения. И чтобы у наших детей и внуков было будущее. Имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok